А мы тогда переходим с вами к основной теме. И сегодня мы будем говорить о настоящем времени французских глаголов. Итак, le présent de l'indicatif. Прежде чем говорить о глагольных формах, нужно сказать, когда используется настоящее время глаголов. Итак, первое, самое распространенное употребление настоящего времени – это обозначение действия, которое происходит непосредственно в момент речи. Например, как в нашей фразочке. Qu'est-ce que tu lis maintenant? Je lis le livre de Victor Hugo. Что ты сейчас читаешь? Я читаю книгу Виктора Гюго. Сейчас. Читаешь? Я читаю. Действия происходят в настоящий момент речи. Другое действие – это описание общеизвестных понятий. Законы природы, какие-то явления общего порядка, мораль и так далее. Смотрите. La terre tourne autour du soleil. Земля вращается вокруг Солнца. Это общеизвестное понятие, общеизвестное утверждение, научное утверждение. И мы используем настоящее время. Также мы используем настоящее время для того, чтобы обозначить действия, повторяющиеся, которые происходят регулярно. Например, chaque samedi nous allons marcher. Каждую субботу мы ходим на рынок. В данном случае в русском языке мы используем несовершенный вид. Мы ходим. И последнее употребление, довольно часто встречающееся в литературе – это в историческом контексте, для того, чтобы рассказ стал более живым, более интересным, более приближенным к читателю. В данном случае мы тоже используем настоящее время. Ну, смотрите, например, описание жизни Людовика XIV. «Луи XIV, лёгва Солей, Сен-Сталь, Аверсайи». Людовик XIV, король Солнца, поселяется в Версале. То есть здесь для того, чтобы просто приблизить события давно ушедших дней к читателю. Вот такое употребление у настоящего времени индикатива, изъявительного наклонения французских глаголов. Для того, чтобы образовать правильно форму глагола, нужно знать две важных вещи. Во-первых, нужно понимать, какую группу представляет глагол, какую группу спряжения имеется в виду. А во-вторых, нужно знать, в какое лицо и число ставить этот глагол. Потому что французские глаголы спрягаются, значит, они каждый раз будут соответствовать определенному лицу и числу подлежащему.